Добрый день. Добрый день, Александр. Ярослав, есть у вас время кофе попить за мой счет? За ваш рахунок, конечно. Хорошо, тогда что, пойдем к моим друзьям. Есть такое заведение, цех называется. Вас устроит? Все отлично. Спасибо большое. Вот мы пришли в цех. Добрый день, Полтава. Сегодня хочу вам представить известного человека в узких кругах. Это наш полтавский блогер Ярослав Журавель. Я хочу вас с ним познакомить. Я хочу, чтобы он немножко рассказал о себе, о том, каким видит мир, о своих мыслях. Пусть поделится с нами. Ну, Ярослав, родился, учился? Коротко, конечно. Закончил наш родный педагогический университет, исторический факультет. А потом, а потом началось дорослое життя. Я работал в Крайзнавчем музее, потом в школе, потом даже доля меня закинула на государственную службу. Півроку от дозвенка на государственной службе. Но прожить за счет бюджетной сферы я не смогу. Пошел на строительство. И за месяц заработал все то, что не мог заработать на обычных подсобниках. Вы в Полтаве были? И в Полтаве тоже. И куда-то ездили еще, да? И по Полтавской области тоже у нас были объекты. У меня знакомые занимаются просто. Они помогли. До речи, на одном из государственных объектов, вот недавно популярный был, я там працювал. Поэтому есть что, среду не видел, как окременные нюансы, скажем, в будильничею сфере. Ну, приймав участь, известно, и в выборчих кампаниях. Вы как участвовали в выборных кампаниях, как технолог? Да нет, технологи у нас в Полтаве одиничные, только, известно, куди же. И, конечно, как работник штаба, там по разности. Понятно. А вот скажите, многие фейсбуковские, в частности, жители, знают вас по фото-жабам. Откуда они у вас берутся? Знаете, самое интересное, что пока не было этих жаб, особенно, никто не читал тексти. То есть только появились жабы, хотя это был порыв, звичайный. Побачил в сессии областной ради, первую, другую, и эмоции как-то так, вирішил в этих жабах показать. Вы по жизни юморист такой, шутник? Без гумору важко поживали. А еще в нашей стране, когда депрессия тут всех укутывает. Это была такая ситуативная просто. Я витрачаю на эти жабы буквально три хвилини на все. То есть это севминутная разница? Это если думка пришла, я сразу и пишу. Там нет никакого особенного підтексту глобального. И нет годинных затрат. Если думка родилась, я ее выкинул, написал. И я в целом не уверен, что местные ради... ...соторые 80% не выкривали про статус представителей депутатов. Бо если бы выкривали, они туда не пошли. И мы видим такие зоны влияния отдельных личностей, которые... ...серых кардиналов или не серых, они вошли в них в публичную сферу. И вот они керуют этим процессом. Основная масса депутатов – это аморфные люди. Есть там говорящие головы, которые нужно говорить, когда нужно говорить. И все. То есть это институт уже совсем не тот. Мы привыкли вважать, что депутат, у него есть позиция, он может обратиться. Буквально, я уверен, через полгода в местных радах не смогут даже забрать форму. То есть половина депутатов просто не ходит на заседание. То есть они отойдут в сторону? Ну, конечно. Когда они увидят, что это... Скажите, как вы считаете, это нормальное явление, что депутаты, от полтавских, в частности, городских советов, они работают на безоплатной основе. Я хочу сказать эту тему, потому что это ненормально, это неадекватно. То есть, если человек хочет стать депутатом, она должна присвятить этому весь свой час. Ну, я просто сейчас довольно часто бываю в горы с полкомнами, да, и вижу, часто депутаты приходят на различного рода комиссии, и я задаюсь вопросом, подождите, а за счет чего они живут? То есть это у человека должен быть какой-то либо бизнес свой. А некоторые депутаты себя обозначили как безработными. Опять становится вопросом, за счет чего они существуют? Очень много вопросов задается. Хорошо. Ну и как вы видите, что же дальше будет? Вот вы говорите, что часть депутатов отойдут в сторону. И? Ну, ничего, ничего не будет особо. Будут працювати ради в таком режиме, как они працювали до этого, на півсонном. То есть, фактически, кроме Полтавской миссии, таких вот яскравых сессий мы не видим. Вы не увидите это в не других районных районах и в миссиях районах области. Депутаты начинают працювать в обычном для себя режиме. В таком, как, естественно, будет на деятельности. А как вы видите дальнейшая судьба нынешнего мера нашего города? Я не думаю, что он пойдет на третий термин. А он доживет до третего термину? Ну, это уже вопрос. Это уже вопрос. Иснуют такие думки, что хотят расхитать лодку, чтобы сделать там какие-то выборы. Я не знаю, как юридично верно это сделать. Но я думаю, что он все-таки досидит до конца своей каденции. А как вы видите, ну, это мое видение ситуации. Я просто вижу, что последние выборы полтавчане выбирали из двух зол наименьшее. Насколько я понимаю, ну, я имею в виду мэрские выборы. Насколько я понимаю, депутатский корпус, он должен сбалансировать существование мэра. То есть быть противовесом мэру. Но на сегодняшний момент я вижу, что большинство, не все, большинство депутатов, они стали такими же, как мэр. То есть они так же самодиозно воюют за что-то непонятное, за что быстрее всего, чтобы сесть на какие-то потоки, на какое-то влияние ситуации, чтобы доминировать. Но на данный момент я не вижу. То есть они вместо того, чтобы стать противовесом мэру, да, они все сели в одну чашу весов и все тянут вниз. Вместо того, чтобы стать противовесом и благодаря этому приводить город в порядок, там, достигать каких-то успехов. Как вы считаете, я правильно думаю или, может быть, ошибаюсь? Чтобы считать, что вы неправильно или правильно думаете, это не в моей компетенции. Скажу так, что просто не достигли договоренностей. Если бы им пообещали какие-то феры вплива, депутатам, которые пошли, потому что у нас, как ситуация в МИСКИРА, у нас есть открыто противовесом стороны, это мама и его команда, скажем, и БПП, а все другие депутаты, они заняли таку, скажем, посередницкую позицию. Потому что они вычекают, вычекают. А чего они выжидают? Что она сама рассосется? Да нет, они вычекают просто кращой пропозиции. Ну, я считаю. То есть это уже становится бизнесом? Конечно. Политика у нас уже давно бизнесом. А что надо сделать для того, чтобы это не было бизнесом? Ну, принаймні, как минимум, ввести оплату праці. Хоча бы, скажем, там, 2000 гривен депутат должен отримать. Чтобы туда, ну, хотя даже 2000 это... Ну, по нынешнему времени, то мало. Да, мало, але хотя бы. Тобто, а что мы хотим, если депутат не отримает за свою работу жодных коштей? Как может, звичайная людина, навіть небайдужа, дозволить собі бути депутатом? Чи громадским активистом тоже? Кто может собі дозволить бути громадским активистом или депутатом? Я не могу собі такого дозволить, потому что я должен работать, я должен заработать на жизнь. Тобто, або мне кто-то допоможе, там, батьки, спонсор, как сейчас называют, або я должен быть бизнесменом и самодостатным человеком. Что, в принципе, тоже логично. Что только люди, которые там чего-то досягли, хотя, знову ж таки, вот сейчас уже до этого приходят наши политики. Ніхто не может понимать, что политиком не можно стати в один момент. Політик – это профессия. Цим нужно заниматься, ну, принаймні, значную часть своего життя. Потому что ситуация банальна. Приходят хлопцы с баблом, они там, чи купуют себе округ, чи в список, в список, а потом приходят, стоят депутатами, и они не знают, что с ним делать. Потому что политика – это стиль життя. Не можно будет просто взять и купить себе политическую карьеру. Такой вопрос, как блогеру, как человеку, который анализирует происходящее вокруг, чаще всего это обычную нашу жизнь. Позавчера нашумевшая история, в Киеве полиция стреляла в машину, погиб молодой человек. Как вы к этому относитесь? Со своей стороны, как вы видите эту ситуацию? Ну, как раз, до речи, вчера вечером написал своему знакомому. Он працюет в Киеве в патрульной службе. Кажу, ты хоть там не был, не можешь сказать. Он говорит, что я не там. Но он ничего мне не поведал. Что я увидел? Я увидел, что это неприятную ситуацию. Так, застрелили хлопца. Конечно, в фейсбуке сразу начались полиция. Кто за, кто против. Это нормально, это адекватно. Но тут вопрос одно. Я смотрю, логично просто. Если автомобиль текал, и он не остановился на требования правоохранных органов, то можно думать все, что угодно. Там могло бы быть что угодно. Тим паче, сейчас, в наших условиях, это не редкость. Можливо, там уже есть вопрос к тому, как они делали это застреление. Чи профессионально, чи нет. Это уже иное вопрос. Но все с самого начала, они порушили и не остановились. Хотя, опять же, это моё поверхное видение. Ну, я спрашиваю на основе той информации, которую вы вводите. Да, что есть в ЗМИ, потому что мы же не владеем всей информацией. Хорошо. А скажите, как вы относитесь к пиар-акциям? Позитивно, конечно. Позитивно. Потому что сейчас пиар-акции – это жизненно необходимые вещи. Потому что, когда мы живем в информационном суспільстве, где информация буквально заполонила всю нашу сферу жизни, мы каждый день с телефонами в Фейсбуке, и в интернете, и дома, с компьютерами, люди должны знать про действия, которые происходят. В том числе и политических партий. Потому что у нас вся проблема в том, что политика творится где-то поза межами людей. Хорошо. Вопрос в продолжение предыдущего. А как вы относитесь к тому, что депутат Верховного Совета залез на трактор? Ну, у меня была, соответственно, потожаба. Ну, скажем так, Сергей Каплин – одиозный депутат. Для его пиару ему, звісно, это нужно было. И, то есть, с точки зрения, возможно, каких-то политтехнологий его можно зрозуметь. Но мы все-таки находимся сейчас в таком времени, что подобный, назовем это прямо, подобный популізм, когда депутат там и на тракторе, и на литоку, и воюет. Я просто почему вам задаю вопрос. Я так случилось в моей жизни, что больше года тому назад, когда Сергей Каплин порубал двери в Верховете, я буквально на следующий день был у него в офисе, ну, здесь, в Полтавском, и требовал возмещения ущерба. Но по сей день двери не восстановлены, денег никто не платил. Я ходил позапрошлому году и деньги собирал, там 10 копеек, по-моему, он нас собирал, отправлял ему по почте. Понимаете, я почему задаю вопрос. Может, вы больше меня знаете, больше меня где-то увидели. С тех пор, я просто обращаю внимание, вот как только приезжает Сергей Каплин, ничего толкового в городе не происходит, кроме вот таких каких-то популистических шагов. Я очень хорошо отношусь к Александру Шамоте и понимаю прекрасно его партийную дисциплину, почему он там совершает определенные поступки, и почему он говорит то или иное. Но по поводу депутата Верховной Ради, я, честно говоря, я не нахожу, что же он хорошего сделал за это время. О, это вы затронули в одном вопросе. Это было бы объемное вопрос. Потому что, скажем, я прихинулся к тому, что в любых партиях есть профессионалы, хорошие люди, хорошие, действительно. Но они в силу этих обставин партийных, они становятся заручниками партийного бренда. Это такая своередная плата за свою деятельность. Ты, что Каплин приехал и неодноразово приезжал, это ганев до явища, конечно, двери просто ганев. То есть недоторканность должна быть в таких случаях снята. Это недопустимо. То есть это обычный дешевый популизм, вернуто до себя бывало. Это все адекватные люди прекрасно понимают. Ну получается, мы видим как минимум развод, его популистические ходы. То есть то двери порубал через год, приехал на тракторе, снялся. А толку особого нет. Это толку для вас нет, для меня, как вы думаете. А для него есть. Электорат видит, что есть депутат, который ганяется за мером Сокиру, активный, так бы говорите, депутат. И значная часть людей за это будет голосовать. То есть он свою функцию выполнил. То есть для него нужно. Понимаете? Если мы подумаем с его позиции. Но, конечно, что используются никакой. Только ганя для всей эпохи. Скажите, а вот у меня вопрос такой. Один человек из ближайшего окружения Андрея Васильевича Матковского мне интересную фразу сказал. Вся Полтава сейчас благодарит мамая за то, что он почистил снег. Может, я не в тех кругах общаюсь. Может, не с теми людьми. Но я с кем общался за это время снежной эпопеи. Все те люди, которых я знаю, все в один голос говорят о том, что это сделали все-таки свободовцы и те, кто шли рядом. То есть люди даже не всегда определяют, что именно свободовцы, а понимают, что депутаты там сложили усилия. А этот человек настаивает на том, что вся Полтава думает, что это почистил мамай. Я не слышу такой фразы. Может, вы слышали в городе такую фразу, что это благодарят мамая за это? Я не слышу такой фразы, что завдяки там самому міському голове. Все-таки, ну то в чому проблема? У Фейсбуці, знову ж таки, все было покладено, там, депутаты Ямщикова, Вадима, Юліан Митвійчук. То есть все навколо них как-то скрутилось. Но эта информация не выходила фактически за межи этого вузького, ну там, декілька интернет-видвиданий. А значная часть населения, вона просто не следует именно с интернет-проссором. То есть, чему-то парадокс, что одни депутаты працуют, потом приезжает, например, нардеп, его показывают по метровых каналах, и вся Украина вважает, что Полтавий перебирал там нардеп, а не там активистов. В цьому же проблема нашего суспільства, потому что немае, все схоплено, все схоплено в руках. А как Вы думаете, сколько в интернет-пространстве процентов полтавчан? Ну, я так интуитивно думаю, что, возможно, 3%-пространства. То есть, это активный пользователь, который могут что-то знать. Яки, скажем, тут же питание, користуются интернетом, чи дивляться новини самая через интернет? Ну, я новостей. А, новини. Ну, тоже думаю, от самого новини, думаю, 3%-пространства. Мне так вдвоється. То есть, чаще всего, это надумано, влияние на общество, на... Ну, за интернетом, ну, звісно, майбутнє, але на данный час Полтавщина не особливо активна. А как Вы видите, вот Вы пишете из редкоблоги, там, выставляете фотошопы, вот Вы видите, что на Вас как-то в городе реагируют, Вас узнают, видят? Да, нет. На улице... Ну, никто автограф не бере. Не, я просто знаю, что, судя по моему проекту, да, тротуар не новин. Я на него... Это второй год, он существует. Я вижу, что есть определенная реакция. Не все. Ну, по крайней мере, тот круг общения, который у меня есть, знакомые, да, предположим, там, одноклассников, включаю, он обязательно, о, да, я вижу тебя, да. Хотя я не вижу его в друзьях у себя, там, в соцсетях, да, но он, тем не менее, где-то меня мониторит, видит. И многие знакомые, старые знакомые, я имею в виду, видят. А как вы думаете, как быстро будет развиваться интернет-пространство для восприятия полтавчан, ну, чтобы влиять как-то на ситуацию, на нужную информацию? Скажемо, воно уже впливает и довольно активно. Потому что за сущенными технологиями майбутння так было завжди. То еще буквально, там, четыре года назад мы не могли уявить, что вот будет насколько активно развиваться интернет-самовки. То есть все приблизительно теоретически знали, но... А скажите, все мы понимаем прекрасно, что в ближайшее время все равно произойдут парламентские перевыборы. Звісно. Основываясь на той информации, которой вы владеете, как вы думаете, когда это произойдет? Ну, потому что, насколько... Как говорят деякие аналитики, которые приближены до кулуарных сфер в Верховной Раде, потому что тяжело анализовать, будучи в Полтаве, про Верховную Раду в Киеве. Но идут обычные торги. Наверное не торги, а про рахунок ситуации. Когда президент побачит, что можно, скажем, можно начать перевыборы, потому что все фактично, перевыборы будут однозначны. Вот и моя основная причина, которую я часто озвучу со своими знакомыми, они там дискутуют, говорят, что-то нет, тем не менее. То есть, есть одна из наибольших партий, которая прошла фракции Народного фронта. На данный момент они ввернулись в простир, я как раз тогда работал в штабе, они ввернулись в простир парламенту, партия фактически с нуля, заняла там первое место, первое и второе место. На данный момент рейтинг, ну, там 2% я встречал, 2%, тобто, політика довольно жесткая сфера. Если ты дав слабину, в рейтинг впав, все, ты займаешь больше простору, на что ты можешь претендувать. Вот основная. А вы думаете, все-таки перевиборы инициировать будет президент? Не будет хуже ситуация? Ну, например, Майдан, Третий или еще что-то? Майдана не будет, потому что все наляканы війною на Сходе, так званою війною, війною фактически. Иншим питанием уже, в войнах вигидна, я скажу, навіть больше нашей владе теперешней, хотя и нашей, и российской, потому что люди действительно заляканы, они боятся войны, и это природное. Вот на этих первинных инстинктах влада заразе держится, она держится на страх. И мне подобается этот выраз одного політичного аналитика, как он говорит, Порошенко пытается в Украине такий хуторский патинизм, от свого бачения и даже в усех сферах мы бачим генеральный прокурор, административная территориальная реформа, которую сейчас проведут, все фантики. По сути, все равно не будет децентрализация, потому что есть свои смотрящие, смотрящие. Есть свои смотрящие. И ему не хочет, не хочет. не хочет. А сейчас еще глобальный вопрос. Путь Украины в Евросоюз. Как вы к этому относитесь? Безвизовый режим? Олександр, ваше останется прежнее. Для меня нет, не будет никакой разницы. Визовый, безвизовый. Я не смогу просто туда поехать. Вчера выставлял Артем Чубенко, депутат городского совета, значит, он свободовец, пост о том, что он хотел бы и подготавливает письмо, значит, визовый режим с Россией. А это как? Я про визовый режим не бачил, я бачил в фейсбуке про товари, что я хочу сказать. Перед такими решениями и такими кроками желательно проконсультироваться у экономистов. От коли політики консультировали с экономистами у фаховців, и экономист бы объяснил, что сейчас заголов глобальная экономика, и что значит закрывать или не закрывать кордоны, или визовый режим вводить. А с другого боку, шановые, если он депутат местной ради, визовый режим с Россией это не компетенция местной ради. Ну вообще, как предположим, тут дело не в самом Артеме, не в том, что требует. Вот сама ситуация, если Украина введет визовый режим с Россией, что нам с вами, как обычным жителям, чем это чревато? Это уже иншее вопрос. То есть, если нужно прораховывать, это должны заниматься фаховцы, экономисты, то есть, если нам от этого станет гирше, гирше населення, гирше экономики, как это делать? Ну хорошо, я тогда перефразирую. Предположим, у вас живет дядя в Америке, а второй дядя в России, в принципе, напряг поехать в Америку, виза, все, а если ехать в Россию, появляется виза, тот же самый напряг. В этом плане так, конечно, хотя большинство моих родителей, которые живут в России, довольно много родителей, они фактически после подъема на Майдане от меня отхрестились, отмеживались. Поэтому мне, особенно, не до кого ехать. Хотя я понимаю, что в России наиболее диаспора и что много наших людей працюют в России. Это, конечно, мы идем шляхом России, мы отрубиваем себе частину тела, так, чтобы кому-то стало гірше. Навише? Ну, смотрите, а еще, мы с вами ходим в одни и те же магазины практически. Ну, если российские товары будут исчезать, как вы к этому? Я к чему задаю вопрос? Я всю жизнь пользовался зубной пастой жемчугу. Говорю, как есть. До недавних пор. Потом я обратил внимание, что она исчезать начала. Я как-то не задумывался, об этом. А потом на последнем тюбике я посмотрел, жемчуг оказывается российский. Вопрос какого характера? Два года идет война. И только сегодня начали кто-то почему-то решил сегодня акцентировать на это внимание и перекрывать дорогу российским товаром. Какой смысл перекрытии и почему это не сделалось раньше. Давайте я так скажу. Я люблю политику, я люблю за ней следковать, люблю аналізовать. В політике у политиков, есть такой принцип. Как бы что-то сделать, какую-то заявку, какую-то деятельность, чтобы витратить на это минимум ресурсов и отримать максимальный эффект. Для политиков это впознаванность. И вот когда мы бачим все такие заклики, такие действия, это банально для впознаванности. Для впознаванности, для провернения... Голый популизм. Голый популизм, назовем это так. Я на самом деле не знаю, какие товары российские. Действительно, я уже живу сколько, 25 лет на свете. Я не следую, я не смотрю про это. Можливо, я не знаю, я громадянин, но я не смотрю на товары, что это, что это, чьи-то товары. Жуткая тема. Жуткая, да. Скажите, мы читаем одну и ту же, одни и те же новости. А как вы считаете, Крым когда-то вернется? Навіть не знаю. Можливо, он не может не повернутись и не быть с нами, потому что он географично так и мает размещение, что он не может не быть привязан к Украине. Поэтому юридичное визначение, это уже будет иное вопрос. Но, фактически, мы сейчас видим, что Крым находится в том статусе, в чем мы товары, энергетику достичь. то, фактически, ничего не изменилось. Кроме таких вот вещей, что... он теперь российский. А это нормально вообще? Конечно, нормально. Но это уже вопрос... это уже вопрос... до... политиков... верховных. Понимаете? А как они собираются повернувшись... принципами, как и последние выборы? На моё скромное бачение, они... влада, теперешняя, ну, скажем, олігархичное коло, зацикавлено в том, что было деколька партій. Небагато. Вот небагато. В идеале, это 2-3 партії, которые держат большинство, и они могут принимать в законном русском нужные решения. Когда кричат, что не нужны выборы, что это только деньги, 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 то выборы... Если мы хотим в демократичном русском, то другого выбора нет, как выборы. Тем более, все равно эти деньги вкладываются, которые витрачаются на выборы, витрачаются же людям, витрачаются же людям, потому что на предвиборчей кампании задеются все, на население. Для нас, для украинцев, выборы это просто способом исновения, способом заработки, потому что на выборы завжди олігархи башляют гроши, и люди могут прожили за рахунами их. Тому, ну, вот таки, важко оценивати. Что они будут, это однозначно. Однозначно. И, если они создадут умовы, там в зависимости, какие они создадут барьеры. Хтось говорит про три, хтось говорит про п'ять, есть даже, говорят, восемь. То есть, если они сделают восемь, прохидный барьер, это уже будет вопрос. Знову же таки, если они оставят мажоритарщиков, или дадут наутку по кругу, или все, если они все в партийной лаве, то без партий ты не сможешь туда прибраться. Это уже будут, будем следовать за информационным простором. Я думаю, что все-таки 5% сделают, не такие, которые остались, скажем, а 5%. Люди потрапят, хотя кардинально не изменится, даже за, буквально вчера смотрелся, рейтинг, соцгрупы, рейтингу, потому что там, буквально, еще 2 партии проходят, кроме того, что сейчас в парламенте. Ну, и, конечно, народный фронт не проходят. То есть, расклад сил фактически изменится таким. Хотя, вот, побачите, уже появляются новые проекты, там, Саакашвили, проект, проект Наливайченко, еще появляются старые партии, начнут снова финансировать, они начнут снова склываться на поверхность. Еще несколько, думаю, проектов, появляются из местных выборов, перейдут, там, отроджения, наш край, тоже пойдут активно. В каждом у них будет своя функция. А какого судьба будет местных организаций? Ну, в частности, вот мы знаем, что у нас есть родное место, есть, как, совесть Украины. Совесть, ну, совесть Украины, ну, скажем, родное место, они тут и останутся, так и будут они заступить. Редное место, насколько я бачу, это такой региональный проект, полтавская область, скажем, это региональный проект, и, если есть интересы, дальше, то придется взливаться с кем-то, поддерживать политическую силу. Совесть Украины, я особисто про нее не знал, до того моменту, пока Мамай не стал мером, а потом еще появилась информация, что Игорь Игорь Осьман тоже стал мером все время из-за политической силы. Про нее я совсем ничего не знаю, про Совесть Украины. Это такая партия чисто техническая, на мой взгляд. А кого бы вы видели мером города? Вот все-таки, вот с высоты вашего возраста, с высоты той информации, которую вы владеете, вот идеальный вариант. Ну не идеальный, понятно, что вот сегодня лучше было бы, чтобы было бы вот этот человек. Я не знаю, я действительно не знаю из тех претендентов, что и шли на Минскову голову. Первый тур давайте брать, потому что второй тур там было два коньера. Ну, второй тур там уже так. Вот из первого тура. Может быть даже вне тура кто-то, вот кого бы вы видели? А давайте закроем на это глаза, ничего тут страшного нет. Мені особисто сподобався проект Мерів до громади. Это действительно проект претендует на незаангажованность, на такую незалежность, в час, известно, что мы бачим, что невеликую частину они зачепили информационного простору, но вот этот проект мне не понравился. То есть, не важно, кто будет мером, скажем, важно, как эта человек прийдет. Если его прозоро, в политике честности таки понятия нет, относительно честности, относительно прозоро человек пройде на Минскову голову, понимаете? Потому что мы не можем говорить... меня зацепили. Я вчера выставлял репортаж по поводу свалившегося дерева, значит, на крышу, все-то мы проходили, я вам показывал. И там прозвучала фраза, я жильцов спрашиваю, а куда вы обращались, то-се-се. Да вот, в горсовет обращались, я говорю, ну и что вам ответили? Странная фраза прозвучала, не принят бюджет. Но дело в том, что это дерево просили снести письмо, я видел, за 2012 год. Я задаю себе вопрос, за какой год же не принят бюджет, если с 2012 года до сих пор невозможно было устранить проблему. Не будем в эти подписки местной влады поглубляться. Просто, что нужно понять про политику? Политика это таки закрытый клуб за интересами. Где можно купить абонемент або купить за гроши, або подчас каких-то промо-акций потрапить, скажем, как потрапляет частина активистов, как в режиме акции, как по блату, скажем, випадково потратить. Випадково. И пока мы не изменим, пока не изменится, хотя бы хоть трешечки эти условия, я просто не закончил. В чем для меня лично проблема я увидел с этим деревом? Быстрее всего, проблема, вы правильно говорите, не в том, кто сидит мэром или на той или иной должности. Проблема в том, как распределяются те или иные средства. То есть вот эти денежные потоки, но на сегодняшний момент, к сожалению, опять мы возвращаемся к началу разговора. За счет того, что ряд депутатов безработные, ряд депутатов непонятно где работают, они все время в горы с полкоми, на каких-то комиссиях что-то делают, они точно так же пытаются сесть на денежные какие-то потоки. потому что в силу мы с вами близки. Почему? Потому что я тоже в стройке очень много проработал в свое время. И на сегодняшний момент я довольно часто вижу, как бюджетные средства выделяются на определенные строительные работы, производятся какие-то закупки материалов, то все. И я реально понимаю, что довольно часто это финансово происходит обман, скажем, как есть. То, что стоит 100 гривен, покупается за 120, хотя реально его за 100 купить. По куче причин, там, тендеры, то все, там, целая схема. Но на сегодняшний момент, мне кажется, что очень важно, кто занимается распределением денег. И на сегодняшний момент, к сожалению, этим занимается нечистоплотные люди чаще всего. А ряд депутатов, которые в силу своей безработности, они пытаются сесть на этот поток, поток, на ручеек, это не поток, это ручеек. Это ручеек, да. Ему одному хватит, там, или он там со своим другом, кумом, братом, сватом. Это на сегодня проходит, и эти депутаты, они понимают, что это сегодня происходит, и они пытаются любыми судьбами сместить кого-то, для того, чтобы самому сесть в это кресло, и на этот ручеек, и чтобы эта водичка немножко капала ему. К сожалению, что имеем, то имеем, кого выбрали, того выбрали. Так не обидно, но, видите, в силу того, что вы правильно говорите, в интернет-пространстве очень мало людей, мы с вами не имеем возможности большому количеству людей донести информацию, которую нам удается получить, которую мы можем с вами проанализировать и выдать хотя бы какую-то аналитику, но нас видят, к сожалению, в Полтаве очень мало людей. Это правда. Ну, маем те, что маем. К сожалению, как не обидно. Ну, что, чай вкусный? Да, звісно. Сегодня у нас была первая встреча с Ярославом. Я думаю, мы не последний раз встречаемся. С фейсбук-оглядачем. Давайте назовем меня так. Блогер-фейсбук-оглядач. Давайте так. Мы сделаем таким образом вопросы, которые к Ярославу, да, в личку открыто задавайте, не вопрос. Хотите ему, легко найдете. Хотите мне, я буду передавать. Ну, лучше, наверное, мне, для того, чтобы мы с вами смогли еще раз встретиться с ним, пообщаться в цеху, в уютном месте. В цеху. В цеху кадрю. Да, да. За чашкой кофе, опять же, за мой счет. И те, кто чувствует, что имеет что-то сказать, мне вопрос. Добро пожаловать. Звоните, пишите. Будем встречаться. Спасибо. Хочу поддякувать вам, Олександре, за запрошение, принять участь в таком цікавом проекте. Для меня это новый проект, потому что я звук друкувать, я не звук говорить. Ничего, будем учиться вместе. Я вам вдячный за таким досвидом. Спасибо и вам. Спасибо.